Заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия вернула Арцах Азербайджану, доктор политических наук Стэнфордского университета Артур Хачекян напомнил, что 5 октября 2022 года в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян сам признал Арцах частью Азербайджана, а во время нападения Азербайджана на Арцах в сентябре 2023 года Пашинян отказался помочь Арцеаху. Политолог считает, что власти Армении сваливают свою вину на Россию, потому что есть такое требование со стороны Запада. Турция, США, Израиль и Великобритания хотят вывести Россию из этого региона. Во-первых, они уничтожили Карабах, уменьшили влияние России, после этого они заставят Армению подчиниться Турции, затем мы потеряем Сюник, а после Азербайджан и Израиль беспрепятственно будут развивать свое сотрудничество против Ирана, чему мы препятствовали. Азербайджан и Израиль являются естественными союзниками, у Турции также прекрасные отношения с Азербайджаном, иногда у нее нормальные отношения и с Израилем, а иногда нет, но что важно, за ними всеми стоят Великобритания и США. Им всем нужно, чтобы не было ни Армении и ни Сюника, сказал Артур Хачекян в беседе с Альфа-Ньюс. О необходимости открытия дороги через Сюникскую область и Армении заявил также заместитель госсекретаря США Джеймс Абрайан, который отметил, что США необходимо мирное соглашение между Ереваном и Баку для осуществления экспорта в обход России и Китая. Артур Хачекян отметил, что США необходимо создать коридор из Центральной Азии на Южный Кавказ и в Европу в обход России, чтобы она больше не могла продавать свои газ и нефть. США необходимо, чтобы Россия и Иран покинули этот регион, для укрепления позиций своих союзников, Израиля, Турции, Азербайджана, а что произойдет с Арменией, США ничего не заявляют. И здесь возникает вопрос, США обеспечат нашу безопасность, если Турция и Азербайджан решат силы и захватить этот коридор. США утверждают, что признают Сюник территории Армении, и открытие коридора должно быть с согласия Армении. Но мы неоднократно слышали множество красивых заявлений до выселения армян из Карабаха, что США не потерпят выселение армян, но это произошло. Сейчас, если Турция и Азербайджан применят силу, чтобы захватить коридор, готовы ли США вести санкции, конечно, нет. А если они не обеспечат нашу безопасность, то что произойдет с нами после захвата Сюникского коридора? США будут воевать с Турцией и Азербайджаном? Нет, конечно. Возможно, они примут какую-то осуждающую резолюцию, призовут к сдержанности и скажут, что мирный процесс должен продвигаться вперед. А мы окажемся в положении Кипра, который с 1973 года ждет восстановления своей международно признанной границы, но США и Европа не могут защитить государство член ЕС от Турции, отметил политолог. Продолжение следует... Продолжение следует...